Воронежская губерния Конечно, подавляющее большинство жителей Воронежской губернии были русские православные люди, но поскольку губерния выходила за пределы современного центрального черноземья, то здесь проживали и татары, в частности в Тамбовской, особенно в Шацкой провинциях, которые исповедовали ислам. Кроме того, имелись и лютеране, протестанты, это прежде всего Слобода Риббенсдорф. В 1765 году в нашем крае, под Острогорском, населилась община немцев из Вертемберга. Немцы занимались здесь земледелием, выращиванием американского табака. Они вели хозяйство довольно опрятно, чем вызывали удивление местных жителей. Основой экономики нашего региона, конечно, было земледелие, потому что обширные степные пространства, тучные черноземы, достаточно умеренный климат, все это способствовало тому, что можно было успешно выращивать здесь различные культуры. То есть постепенно Воронежская губерния становилась одной из житниц страны. Основной культурой, которой здесь выращивали, была рожь. Урожайность была относительно невысокой, впрочем, как и в другое время, и в других регионах в то же самое время. Потому что, как правило, все-таки техника земледелия была примитивной, даже не использовали удобрения, в частности навоз. Поэтому, как правило, урожайность озимых культур была сам четыре. То есть на одно посеянное зерно получали четыре. Часто имели место неурожаи, которые приводили к голоду. И в источниках упоминаются случаи, когда люди употребляли в пищу листья, сено, мох, как, например, в 1787 году. Понятно, что государство предпринимало определенные усилия, чтобы поддержать людей. Оно пыталось регулировать хлебные цены, запрещало спекулировать хлебом. Кроме того, использовались и другие методы. В частности, воронежский губернатор Николай Лаврентьевич Шетнев организовал общественные работы в 1774 году. С тем, чтобы люди, которые участвовали в этих работах, могли быть обеспечены куском хлеба. Кроме того, это отвлекало людей в тот год, когда в крае бушевала крестьянская война Емельяна Пугачева от участия в этом восстании. Большое развитие воронежской губернии получило скотоводство, чему, опять же, способствовали обширные степные пространства. И, в общем-то, особо стоит выделить такую отрасль, как коневодство. После того, как в 1776 году Алексею Григорьевичу Орлову была пожалована земля и основан конный завод, там началась большая селекционная работа, в ходе которой появилась особая порода лошадей, орловские рысаки, которые затем участвовали в самых различных выставках и до сих пор это является общепризнанная марка, можно сказать, нашего региона, его своеобразный бренд. Большое развитие в нашем крае получила и торговля. Воронеж находился на удобном перекрестке путей. Здесь, отсюда шли дороги через Москву в Петербург. Можно было добраться до Старого Оскола, если двигаться на запад. Кроме того, была удобная дорога на юг, в столицу войска Донского Черкасск, которая отчасти совпадала даже с современной трассой М4 Дон. Ну и самое главное, что в нашем крае имелась такая водная артерия, как река Дон, по которой сплавлялись суда. Каждую весну из Воронежа отправлялись купеческие транспортные суда с товарами на юг. Воронежские купцы посещали ярмарки в Москве, в Лебедяне, это современная Липецкая область, в Ранинбурге, нынешний город Чеплыгин Липецкой области. И в принципе везли оттуда кофе, чай, то, чего не было у нас. А из Дона, с Донских берегов, везли рыбу, в том числе и осетровых пород, и продавали в Воронеже. Благодаря тому, что Воронеж находился на удобном перекрестке путей, благодаря Дону, как торговой артерии, наш край и наш город получили дальнейший импульс для развития, для процветания. Основывались целые купеческие династии, которые затем инвестировали свои капиталы в развитие промышленности. Хорошо известны имена Гордининых, Поставаловых, Клочковых, Савастьяновых и других воронежских семей, которые затем становились крупными фабрикантами. И в 1725 году 8 воронежских предпринимателей обратились к государству с просьбой, чтобы им отдали казенную суконную фабрику, с тем, чтобы продукция этой фабрики централизованно поставлялась государству. Это действительно было сделано, фабрика была перенесена в Воронеж, ее разделили и каждый из этих фабрикантов начал вести самостоятельный бизнес. Удался он не всем, но в частности Тулинов и Горденин смогли развить свое дело, и впоследствии их суконные фабрики записывались за потомками. Кроме того, надо назвать еще и фамилию Федосея Поставалова, также крупного воронежского фабриканта, который в 1739 году основал суконную фабрику, вложил в нее 40 тысяч рублей, это огромная сумма по тем временам, и в связи с этим он получил затем дополнительные преференции, ему было разрешено основать еще и бумажную фабрику. То есть, как мы видим, Воронеж в 18 веке стал крупным центром суконной промышленности, который поставлял государству до 25% всего мундирного сукна. Другие отрасли были у нас не столь развиты, в частности металлургическое производство, здесь можно назвать металлургический завод, который принадлежал купцу Озерову, он существовал на реках Толучеева и Подгорное, а затем был продан воронежскому фабриканту Василию Васильевичу Тулинову. А так, в основном металлургическая промышленность в середине века в нашем крае была скорее кустарной. Развивались постепенно и другие отрасли промышленности. В частности, в нашем крае существовали и винокуренные заводики, и заводы по производству селитры, и даже коверная фабрика. Но, конечно, надо сказать, что суконная промышленность все-таки оставалась основной, и свой дальнейший импульс для своего развития она получила в XIX веке. Основными жителями Воронежской губернии были однодворцы. Однодворцы — это были потомки служилых людей. Однодворцы жили слободами, имели землю, но одновременно и сами подвергались эксплуатации. То есть их правовой статус был довольно двойственным. Поэтому воронежские однодворцы, пытаясь уравняться с дворянами, подавали челобитные центральные власти именно на том основании, что их предки служили московскому государству, участвовали в защите его от набегов крымских и ногайских татар, то есть были как бы служилыми людьми, и на этом основании они тоже хотели получить такой статус. И кроме того, поскольку им еще и разрешалось владеть крестьянами. Но государство не пошло им навстречу, и со временем однодворцы окончательно вошли в сословие государственных крестьян. Однодворцы действительно абсолютно, можно сказать, доминировали в первой половине XVIII века в социальной структуре воронежского общества, а затем постепенно на первый план стали выходить помещичьи-крестьяне. Кроме того, определенный процент населения региона составляли малороссы, которым тоже предоставлялись определенные привилегии для того, чтобы люди здесь обжились и не уходили обратно на родные земли. Вообще ситуация в Воронежской деревне в это время была достаточно непростой. Мы знаем о многих конфликтах между однодворцами и крестьянами, как это ни странно. Это была борьба за землю, потому что земли не хватало. И крестьяне, на стороне которых были их помещики, они оказывались победителями в этой борьбе. Однодворцы теряли свои земли, выступали с топорами и рогатинами, пытаясь доказать свою правоту. И все это не стимулировало их на полноценный труд ежедневный. Поэтому люди просто переставали заниматься своим хозяйством. И в источниках четко говорилось, что однодворцы не гораздо прилежны, а скорее грубые, потому что люди не были уверены в завтрашнем дне. То есть будут ли они или их потомки работать на этой земле, или местные дворяне, имея связи в судах и в органах власти, эту землю у них отберут. Вот такая была ситуация. И, в общем-то, неудивительно, что подобные конфликты имели место и в других частях страны. Все это служило питательной почвой для серьезных социальных конфликтов. ПЕСНЯ Жить за тебе умерем мою душу. Украинному земельцу Пугачёву, Помышляющему себе, Яко великому государю быти И богопротивному воинству его. Крючка Украинской, Крючка Украинской Алофьямааааа! Для Воронежа можно отметить, конечно же, это участие населения Воронежской губернии, его восточных районов, восстание Емельяна Пугачева, где в основном были задействованы Тамбовская и Шацкая провинции. Кроме того, таким местным специфическим конфликтом было дело самозванца Гаврила Кремнева, лже Петра III, который в 1765 году смог с помощью правильной агитации увлечь население Воронежского и других окрестных уездов, пообещав им много различных поблажек, люди стали присягать самозванцу и довольно быстро верховной власти удалось погасить этот конфликт. Кремнев был арестован и отправлен впоследствии на каторгу в Сибирь. Кроме того, надо сказать, что довольно большой процент населения составляли войсковые обыватели, то есть так стали называться казаки Острогорского Слободского полка, после того, как из этой ирегулярной единицы была сделана отдельная самостоятельная Острогорская провинция. Мал, мал штандарт! К лесам не приглядишь, ничего не сделаете! Бомбардиры и пушкари слушать приказ! Коли будет салют, отвечать! Мал, мал штандарт! Не видят герба российского! А может, не хотят видеть? Силу морскую надо, тогда и самый малый штандарт разглядят! Увидели! Увидели! Осип Андреевич! Повек не забуду! Первому русскому кораблю сальвируют! Первому! Наипервейшему! Пороху! Пороху Сумхова! Заряжай другую пушку! Опозорили, намочили порох, идолы! Пороху! Пороху! Добрый корабль. Добрый корабль. Пришелся на те годы, когда в Воронеж приезжал Петр Великий и лично контролировал ход строительства кораблей с 1696 года по 1711 год. Затем, после прудского похода и прекращения кораблестроения, 12 лет на Воронежской земле строительство судов не велось. Возобновление его началось в 1723 году. Это был короткий, небольшой период в истории строительства кораблей на Воронежской земле, но тем не менее он был достаточно плодотворным. На протяжении двух лет на верфях Таврова и Павловска было построено около 100 судов различных типов. Этот процесс курировал вице-адмирал Матвей Христофорович Змаевич. Судостроение было достаточно эффективно и предполагалось, что эти суда будут использованы в очередной войне с турками. Однако в 1724 году был заключен Константинопольский мирный договор, в результате которого стало понятно, что в ближайшее время эти суда не будут использованы. Поэтому их накрыли различными материалами от возможной порчи и еще на целых 10 лет судостроение в Воронежском крае было прекращено. В 1735 году началась очередная русско-турецкая война. И вот тут уже судам, построенным на нашей земле, наконец-то была отведена такая боевая роль. В это время они вошли в состав Азовской Донской флотилии, которая способствовала успешному повторному, после 1696 года, взятию Азова. Всего из кадры вице-адмирала Бридаля было сделано по Азовской крепости 8,5 тысяч выстрелов. Понятно, что перед такой мощью гарнизон уже не мог сопротивляться и вынужден был сдаться. По окончании русско-турецкой войны, подписанию Белградского мирного договора 1739 года, необходимость в кораблестроении на некоторый период отпала. Вообще в царствовании Елизаветы Петровны общероссийскому кораблестроению уделялось не так много внимания. Это был относительно спокойный период и на Воронежских верфях также наблюдалось затишье. Большая часть мастеровых людей была отправлена в Петербург. Возобновление кораблестроения произошло уже в начале правления Екатерины II. Именно при ней началась решающая фаза борьбы с турками, с Османской империей за выход к Черному морю. В 1768 году была поставлена задача возрождения Азовской военной флотилии, для чего в Воронеж прибыл знаменитый моряк, вице-адмирал Алексей Наумович Синявин. Синявин приказал промерить глубины рек Воронеж и Дон и он понял, что возрождать кораблестроение в самом Воронеже смысла нет, потому что река все-таки мелководна, чтобы строить большие корабли. В общем-то это понял еще Петр I, почему в итоге кораблестроение было окончательно перенесено на реку Осиреть, в Павловск. Поэтому кораблестроение в период правления Екатерины II осуществлялось на Тавровской, Павловской, Икорицкой и Новохоперской верфях. Здесь строились суда различных типов, таких как, например, прамы. Это были такие плоскодонные суда с большим количеством пушек, которые предполагались именно для обстрела крепостей во время их осады. Именно вот эти прамы сыграли важную роль при осаде Азова, в которой, как я уже сказал, большую роль сыграла флотилия Бридаля. Кроме того, строились в это время и фрегаты, которые раньше не возводились на верфях Воронежского края. Но вообще основная задача, которая стояла перед и руководителями государства, и местными правителями, была в том, чтобы корабли были способны проходить через мелководье Дона. В этом была основная проблема, которая, в общем-то, была понята. Даже при Анне Ивановне одно время ставилась задача переноса Тавровского и Павловского адмиралтейств на юг, с тем, чтобы было удобнее строить и быстрее сплавлять корабли по Дону. Но поскольку шла война, а перенос адмиралтейств, естественно, требовал денег, то эта задача как бы была снята с повестки дня. В результате успешных действий Азовской военной флотилии под руководством Алексея Наумовича Синявина были решены многие внешнеполитические задачи, которые стояли перед страной в годы русско-турецкой войны, завершившейся в 1774 году Кючук-Кайнарджийским мирным договором. Надо сказать, что Тавровская и Икорицкая верфи были упразднены довольно быстро. Павловская верфь существовала до конца 70-х годов, а Новохоперская верфь была самой последней. Она функционировала до 1789 года, когда уже оставшиеся лесоматериалы, другие припасы были перевезены в Таганрог. На Новохоперской верфи в основном строились фрегаты. Здесь побывал молодой тогда еще офицер Федор Федорович Ушаков, который участвовал в сплаве фрегата из Новохоперска до Азовского моря. Ушаков служил еще также и на праме, который плавал от Верхнего Мамона до Павловска. То есть, можно сказать, что его служебная молодость проходила на службе в составе Азовской военной флотилии. Впоследствии Федор Ушаков, наш знаменитый флотоводец, командующий Черноморским флотом, в честь которого во время Великой Отечественной войны были учреждены ордены медали. И самое главное, что Ушаков является первым в истории христианского мира и русской православной церкви канонизированным флотоводцем. Надо сказать, что Павел I поставил задачу строительства на хапре казачьих лодок. Вот этот сюжет мало известен в литературе, потому что раньше считалось, что кораблестроение на Воронежской земле закончилось при Екатерине II. Но на самом деле последний аккорд прозвучал в начале XIX века. Действительно, на реке Хапре было построено два десятка судов для флотилии черноморских казаков. И это судостроение в небольших масштабах, несравнимых с Петровскими, закончилось в начале правления Александра I в 1803-1804 годах. Таким образом, XVIII век для Воронежского края стал знаменательным в том плане, что здесь были построены десятки судов различных типов, от фрегатов до галер и казачьих лодок, которые сыграли свою роль в выходе России к Черному морю, в решении внешнеполитических задач, стоящих перед страной. КОНЕЦ 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 Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами рассмотрели основные вехи политического, а также социально-экономического развития Воронежской губернии. Административно-территориальную структуру, органы губернского управления, социальную структуру судостроения. По этой теме я могу порекомендовать вам две своих работы. Это «Калейдоскоп» Воронежской истории и «Занимательный алфавит» Воронежской истории, в которых вы можете узнать многие неизвестные доселе страницы из истории Воронежского края. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ